17 лет строгого режима. Такой приговор в Ростове-на-Дону вынес окружной военный суд боевику, запрещенного в нашей стране исламского государства. Следователи доказали. Житель Дагестана воевал на стороне террористов в Сирии и был активным участником бандитского подполя. На родине занимался в основном оружием и взрывчаткой. Подробности процесса у Юлии Чемаковой. Прокурор просил 25 лет лишения свободы. Северокавказский окружной военный суд назначил 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Это приговор уроженцу Дагестана Гаджи Магометову, которого обвиняют в ряде тяжких преступлений, связанных с участием в беспорядках на родине и со вступлением в вооруженные формирования на территории Сирии. Известно, что он воевал против правительственных войск. Его также обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, Магометов, являясь ярым приверженцем экстремистского религиозного течения, в 2011 году вступил в ряды одного из бандитских формирований на территории Дагестана. Спустя год он возглавляет массовые беспорядки в Унцукульском районе республики, требуя от сотрудников правоохранительных органов освободить троих жителей села Гимры, которых задержали в аэропорту Махачкалы по подозрению в незаконном обороте оружия. В этом противостоянии пострадали сотрудники полиции. В 2013 году Гаджи Магометов вылетел в Каир для обучения якобы в исламском вузе, однако следствие доказало, что вместо этого он направился в Турцию и оттуда. В обход пограничных пунктов проник на территорию Сирии, где его ждали соотечественники, воюющие на стороне запрещенной в России организации «Исламское государство». Магомедов, нарушение законодательства Российской Федерации, зная, что на территории Сирийской Арабской Республики действуют различные исламистские террористические организации, ведущие гражданскую войну, принял решение о выезде из Российской Федерации для прохождения в данных террористических организациях обучения способам и навыкам террористической деятельности. В мае 2014 года он был задержан египетской полицией из-за просроченного загранпаспорта и депортирован в Москву, где на Магомедова уже было заведено уголовное дело. Его арестовали прямо в аэропорту. При обыске в доме Магомедова в Дагестане были обнаружены записи подробных инструкций по изготовлению бомб, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Приговор Гаджи Магомедов выслушал спокойно, не проронив ни слова. Он еще в самом начале заявил, что по-русски не понимает, поэтому для него был приглашен переводчик, который на аварском языке донес до него решение суда. Подсудимый таким решением остался недоволен. Сегодня в зале суда Магомедов был один, без адвоката. Так что будет ли обжалован этот приговор, пока неизвестно.